Ребята, мы сегодня продолжаем играть с нашим котиком. Всем привет! Привет, ребята, вы на нашем канале. Ребята, мы продолжаем в игру Hello Cats. Помните, кто не видел предыдущую часть, обязательно посмотрите. Здесь нам необходимо разбудить кота, чтобы он ушел с экрана. У вас ничего не получится. Мы смотрим на шкодивших котов. Ну, видите, лежит наш котик. У него есть рядом какой-то шарик воздушный с водой, возможно. Да, чтобы его намочить. Коты не любят воды. И нам нужно повернуть так, чтобы его облить водой, и он ушел. Ну, по крайней мере, он расстроился. Валерий, давай, начинай, поехали. Так, пробуем муравьи, ребята, смотрите. Что тут надо сделать? Где полосатая, мы там рисовать не можем. Мы можем рисовать фигуры только на открытом месте. Хорошо. Да, Валерий должна нарисовать такой предмет, чтобы он скинул шарик на кота. Ребята, а ну давайте думать. Шарик покатился и укатился. Мимо кота. Надо, чтобы на кота. Валерий, как надо нарисовать эту фигуру? Нет, давай думать. Ребята, помогайте, Валерий, поставьте пальчики вверх. Я думаю, нужно нарисовать треугольник, по которому шарик скатится к коту. Валерий сейчас правильно все делает. А ну давай попробуем. Рисуем треугольник, он падает. О, нет! Обязано! О, да! Молодец! Прямо спеши! Мама, давай! Давайте я попробую следующий уровень. Давай! У меня первый котик, кстати, рыжий, смотрите. Их тут два, поэтому называется Кэтс. Ребята спрашивали, почему Кэтс, а не Кэтт. Что-то я уронила, а что мне дальше? А сейчас ты можешь добавить еще один предмет. И чтобы столкнуть нашего котика. Да, и потом сделаешь просто кружочек. А ну давай сюда. Так, и скатывай шарик. Кати шарик! Всем пока! Старик, скатывайся и нашу котика под спопу. Так, нет две звезды? Почему две? Ребята, хочу три звезды. Ребята, на самом деле начались более сложные уровни. У нас, смотрите, наверху количество предметов, которые мы можем использовать. Один? У тебя сейчас? Мне сейчас нужно за одну вот такую кракозяблику придумать. Как котика скинуть к шарикам? Как котика скинуть к шарику, да. Ой, смотри, папа, молодец! Прямо под одно место. Ребята, а вы бы угадали? О, Валерий, сейчас задача. Три секунды, чтобы на котика не попала вода. Сейчас в этой ватонапорной стуки будет пить вода. Три секунды. Раз, два, три. Нет, он сам за котика. А, она скинулась на котика. Видишь, она упор не держит. Давай прямоугольник. Прямоугольник. Ребята, давайте прямоугольник нарисуем. Давайте какой-нибудь... Большой предмет. Прямоугольник заденет котика. Котика задевать нельзя. Мы должны упереться в кирпичную стену. Валерий правильно нарисовала. Вот, смотрите. Бау. Оно. Серьезно? Круто. Продержались. Котик остался спать. Я, да, молодцы. Это прикольно очень играть. Мама, давай. Так, у меня есть этот... А, у тебя все очень просто. Тебе сейчас нужно делать... Взрывчатка. Шарики. Попадать по взрывчатке, чтобы шарик отлетел в кота ровно. Проверяем. Угадать угол. Туды. Пау. Нет. А как же он не улетел? Может быть, немножко мне влево повернуть его? В другую сторону тебе нужно. Ребята, рисуем шарик. Попадаем в динамитик. И нашего котика прогоняемся до странички. Давайте. Мама. Давай, так. Ой, нет. Надо ниже чуть-чуть. Ребята, помните, эта игра очень похожа на нашего... Ням-няма. Ам-няма. Ам-няма, да. Вот. Проверяем. Ну, кота сдула вопреченье. Ай, Валерий, ты у меня ушко в своем глазу. Ему такое... Обожаю уровни с ракетами, ребята. Смотрите. Папе достался его любимый уровень. Ракета летает только, к сожалению, прямо. Но нам нужно ее как-то сейчас так повернуть. А давай. Чтобы она попала в полочку котика. А как ее так повернуть, папа? А вот сейчас я пока еще не придумал. Давай повернем, может быть... А, ее надо направить. Все, сейчас мы ее направим. Детальку, да, правильно. Она сейчас по твоей косой полетит. И вот она, по идее, углом, углом, она сейчас должно поднять полку котика. Мне кажется, ты далеко сильно. Ау, мимо, ля. А как она там не сбила? А, я вообще не знаю. А, краюшком сбила. Ребят, ну, по-моему, папе повезло, согласны? Валери, давай. Так, Валери тоже уровень с ракетой. Ракета? Ну, по-моему, очень просто, нет? Нет, нужно в верхнюю часть вот этой качельки попасть, а не в нижнюю. А, ну, давай, ракетка вверх лети. Запускаем. Давай. Ребята, вы помните, да, правила, что нам нужно сбить котика? И у нас идет время слева, обратите внимание. Количество предметов и время. Молодец, Валерий, сперва. Так, давайте, мама, давай. Давайте покрутим его. Давай я сейчас последний попробую. У меня две детали можно нарисовать, видите, там? Нам нужен кружок. Да. Я могу нарисовать треугольник какой-нибудь, кракозябрика. Кружочек. Ой, и сейчас могу нарисовать. И шарик. Ну, судя по тому, что у тебя дуга, тебе нужен шарик. Ой, ребят, по-моему, я что-то не то нарисовала. Ты-ды-ш. Ай, достали, да, котика. А уголком самым мама достала. Так, суть получается, что нам не надо его сгонять прям совсем. Нам надо его просто приподнять. Да, 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 чтобы он сдвинулся немножко с места. Просто котик, мы должны его разбудить. Правильно. Даже правильно сказать, мы должны котика разбудить. Так, есть. Вроде сейчас должен докатиться. Давай. Валерий, давай дальше. Да, это получается уровни, где мы будем кота. Уровни на геометрию и линии. Давайте посмотрим, кто из нас выиграет, папа Валерий или я. Пишите в комментариях. У кого больше сегодня будет выигрышей. Нет, кто больше справится. Давай попробуем, Валерий, что ты хочешь с динамитикой. Динамитик. Валерий, ну это круто, как ты вообще догадала. Молодец, мама, давай. Ладно, так, сосредоточились. Мне надо, чтобы котик сполз. А у мамы очень просто. Я тоже беру динамитик, тоже нажимаю. Гуляю в правый угол и котик улетит. Да, это было тоже несложно. Так, мне теперь. Напиши в комментариях, тебе легко угадывать, как мы сможем сбросить котика. Или не угадывать. Давайте сейчас, ребята, посмотрим, какие у нас есть возможности. Вот смотрите, мы насобирали много рыбок. Сейчас мы попробуем открыть самый дорогой сундучок с бантиком. 300 у нас. 300 рыбок мы потратили. Что у нас попадается? Пазлик, это наш его котик. Кусочек какого-то другого кота. У каждого кота их 4. Посмотрите. Да, нам необходимо открыть каждый пазл, чтобы открыть нового котика. Лучше бы покормили. Так. Давай, что это подарочек. Это что? Это кусочек сабли у кота какого-то будет. Это будет какой-то котик. Внизу, вон он, смотрите. Сикс Телл. Так, у нас у трех котов открыты запчасти уже какие-то. Но их настолько много нужно иметь. Видите, сколько уровней. Нам еще играть, играть, хотя бы нового котика открыть. Так, вся очередь. Папа, давай. Две ракеты, что ли, у нас? Ракета не долетела. А ну, вторую. Подождите. Нам нужно... Ой, здесь вообще... Ого! Круто. Разбуди ли котика. Наш котик намок. Пора вставать и завтракать. Валерий, давай. Валерий, твой уровень. У тебя два крюка. И... Динамит. Валерий очень сложное что-то. Он будет противовесом, опускать или поднимать, да? Я думаю, нам нужно так построить их, чтобы по ним пролетел шарик, ударившийся об динамит. Вау! Ребят, ну это круто. Валерий пробует. Запускай. Ай, немножко. Ребята, Валерий тут понастроила уже нам. Баррикад. Мы никак не можем достать этого котика. Вроде уже хвоста коснулась, но все равно Валерий не проходит этот левел. Не засчитывается нам. Ничего себе! А как же котика... У меня баррикада уже тут целая. Валерий, строй что-нибудь вообще грандиозное, огромное. У Валерии девять предметов она может использовать. Смотрите вверху. Ты можешь рисовать и рисовать. Получается это самый сложный левел. Не, не получилось. Или получилось. Может, его сейчас отпружинят? Есть! Ну давай! Да, есть! Ура! Ребята, это был самый сложный уровень. У Валерии самый сложный был. Мама, давай. Так, у меня сорок девятый левел. Смотрите, мне подсказывают, как можно нарисовать, чтобы нашего котика... Жизни бы не догадались, ребят. Да, в этом уровне только подсказка нам помогла. Так, я. Не знаю, конечно, ребята, как засчитать балл Валерии и мне. Я-то использовала подсказку. Ну ладно, пишите в комментариях, как вы считаете. Так. Папе тоже здесь... Мне нужно сейчас нарисовать предмет. С помощью ракеты, которая покатится и забьет котика. Папа тоже берет подсказку себе? Нет. Нет, папа не беру. Не берешь? Я сам рисую. Ну ладно, давай пробуем. Может, ракету нажимай? Ну, ракету нажимать надо по-любому. Только надо, чтобы уголком оно зацепилось и долетело. Не долетело до котика. Получается, что нам надо сделать? Надо рисовать кракозяблик больше наверху, чтобы оно как молоточек его сбило сверху. Зацепившись, подову полочку. У папы есть три, видите, вверху написано, три предмета он может нарисовать. Вот, что-то вот такое. Ого, какой у папы крючок нарисован. Ну, зацепит? Нет, не хватило мощности. Может быть, надо выше вот туда поворот. Все, беру подсказку. Вот, оказывается, как надо было, смотрите. Надо было опору сделать под большим кругом, вот этим фиолетовым. Ого, ничего себе. И сейчас что-то будет, что-то будет. Бау! Круто! Это надо было, да, мы бы не догадались. Так, смотрим уровень Валери, 51-й. Что будешь делать? Вау, Валерина как-то сдвинуть ракету, чтобы она туда полетела. Две детали всего лишь. Нет, и что дальше? Мимо. Подожди, ну это на одну? Надо как-то левее, чтобы она пошла. Оу, одна оттолкнулась. Ну! Да ладно! Я, честно, не думала, что Валерия с первого раза ее пройдет. Валерий, молодец. Хорошо, тогда у меня тоже ракета. Мой котик сидит на предмете. Вроде как не сильно сложно. Давай, давай, давай. Ну? Оно не летит вверх. Оно не поднимает. Оно строй пирамиду с ракетой. Ну, 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 ну. Сейчас, третья должна достать котика. Нет? Может, четвертая? Собира, хорошо, что ракеты безграничные, ребята. Ну, последняя. Ну, должна сейчас достать. Ну, котик. Да ладно. Котик такой сидит невозмутимый. Мы все все летом. Что делать? Еще одну ракету. Я улетаю на Луну. Боже мой. Улетел в космос, ребята. Шесть ракет, ребята. У ракет там авария произошла. Там столько ракет. Это был самый, по-моему, насыщенный уровень ракет. Серьезно? Этот уровень можно назвать в честь ракет. В честь ракет. Пишите комментарии, играть ли нам в третью серию. Понравилось вам еще? Продолжайте. Ставьте лайки. Ну, кто, кто? Кто лучше справился во второй серии? Будем честными. Наверное, Валерий все-таки. Но, может, папа захочет тоже в игры. Конечно, хочу. Пишите, ребята, в комментариях. Подписывайтесь на наши три канала. Кто еще не подписан? Валеришка Сим, Валеришка Геймс, Валеришка Плей. Ну, все, мы вас очень любим. Всем классного настроения. Всем пока-пока. Пока-пока.